Дисциплина, ответственность, социальные обязательства, курс на результат и борьба с коррупцией. Кадровый вторник во Дворце Независимости стал поводом заострить внимание не только новых руководителей, но и всех управленцев на главных принципах работы вертикали власти. Президент ориентировал чиновников на решение конкретных проблем людей и повышение качества жизни населения. Причем особое внимание подрастающему поколению. Отмечен сегодняшний день и одним из самых долгожданных назначений по линии отношений Беларусь-Россия. Интересы официального Минска в Москве будет представлять новый посол Владимир Семашко. Такой политически тяжеловесный кадровый ход уже отметили многие эксперты. В общей сложности сегодня новые руководящие портфели получили два с половиной десятка назначенцев. Причем большинство из тех, кто побывал в рабочем кабинете президента, можно отнести к молодым управленцам. Такой курс для нашей страны уже не новость. Все чаще делается ставка на амбиции и прогрессивность. Что, впрочем, не отменяет важность опыта и мудрости. И еще один нюанс, который выделяет нынешний кадровый день – само распределение новых руководителей. Принято считать, что столичный чиновник – это некая элита, в которую стремится попасть практически каждый управленец. Сегодня мы стали свидетелями того, как специалисты самого высокого уровня едут и, главное, хотят трудиться в регионах. Итак, руководители местных органов власти, организаций, вузов, органов госуправления и дипломаты. Новые кадры в объективе Ольги Макей. Для современного государства кадры – самый незаменимый ресурс. Ведь именно от руководителей зависит, насколько эффективно будет работать коллектив. Поэтому, каким бы плотным ни был президентский график, в нем всегда есть время для детального разговора с новыми управленцами. В этом году такие собеседования во Дворце независимости почти каждый месяц. К подбору кадров у главы государства тщательный подход. Рассматривают множество кандидатур. Оно и понятно, занять кресло руководителя, хотя хороший в нем сидит нечасто, должны только самые ответственные и эффективные. Также детально Александр Лукашенко беседует с каждым и каждому озвучивает персональные задачи, будь то глава дипмиссии, предприятия или района. Именно с руководителей местной вертикали президент начинает череду встреч. Ведь у тех, кто работает в регионах, особая миссия – подтягивать отстающие предприятия и хозяйства, решать проблемы занятости и зарплат. Словом, работать в интересах людей – это главное. И прежде чем погрузиться в детали кадрового дня, вот один из основных тезисов, который президент адресует всем руководителям. Вы, наверное, от меня это часто слышите, и всем я говорю и буду говорить. Борьба с коррупцией – это непреклонное мое требование и мои действия. С первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. А вопрос в том, что если у нас огромные были богатства, развивающаяся экономика, бурно по 10% в год, коррупция съедает все. Это ржавчина. Ну и потом, наши люди, привыкшие к справедливости. Это из советских времен, вы это прекрасно понимаете. Они никогда не простят начальникам воровства, казнократства, взятыхничества и прочих коррупционных проявлений. Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток, полтора десятка начальников в год. Это ненормально. Я как-то сказал, что мужики лучше беднее, но на свободе. Вот от чего я не смогу вас защитить – это от этого. Не делайте это. Люди разные. Часто мы обижаемся на людей и так далее, но других людей в Беларуси нет. И поверьте, я за свой период президентства видел разные народы. Какие бы ни были белорусы, лучше наших людей нет. Это не избалованные, терпеливые, умеющие работать люди. Соответственно, мы должны поступать. Мы должны соответствовать своему народу. Поэтому относитесь по-человечески к людям. Там, где надо заставить работать кого-то – заставьте. Кому надо помочь – помогите. Кого надо вылечить – вылечите. Кого надо поддержать, чтобы получил образование – поддержите. И детишек. Главное – это дети. Посмотрите и систему дошкольного образования, школьного образования, оздоровление, лечение, пионерские лагеря, чтобы будущее нашей Беларуси было нормальным и здоровым. В кабинете президента сегодня сразу шесть новых руководителей местной вертикали. Председателем Пинского горосполкома назначен Иван Рябковец. До этого занимал пост замминистра транспорта и коммуникаций. Тот случай, когда из Минска в регионы, а не наоборот. Впрочем, для Ивана Рябковца неофициальная столица Полесья – малая родина. Я только приветствую, когда человек возвращается на свою малую родину, чтобы навести там порядок. Хотя я не могу сказать, что Пинск у нас уже абсолютно плохой город, но очень важный. Стоящий в роду тех городов, которые мы подвергнем очень серьезному анализу и реформированию. Ну, даже не реформированию, а модернизации. Чем хуже Пинск-Орши, допустим, за которую мы взялись. Или Борисово, где работаем сейчас, или Молодечный. Это город такой же, в таком же роду, поэтому вам предстоит немало там сделать. И мы будем этот процесс поддерживать. Поэтому по возвращении туда надо начинать эту работу. Пинск – город особый, он входит в десятку крупнейших в стране и один из центров экономического роста. Поэтому поручение от президента логично, акцент на эффективность производства и, конечно, повышение качества жизни населения. А вот чему уделит внимание, в первую очередь, новый мэр уже определился. Беспокоит, конечно, наличие убыточных предприятий. Беспокоит низкий удельный вес инновационной продукции. Поэтому предстоит над этим поработать в самые первые дни. С позиции заместителя шаг вверх сегодня сделал Олег Быков. Отныне он возглавит Шумилинский райисполком в северном регионе страны. А Геннадий Соловей, которого, кстати, рекомендовал на должность вице-премьер Руссий, сменит прописку с должности председателя Несвежского райисполкома. Он перемещается на позицию первого зампреда Гомельского обл. исполкома. Там как раз нужен крепкий хозяйственник. Предстоит много работы в АПК. С селом у нас там, наверное, будут вопросы по итогам этого года. Ну, я в курсе дела. Если вице-премьер рекомендует вас, то очень большая на вас ответственность, потому что в Гомеле свежим глазом надо посмотреть. Вам придется там давать результаты. Кстати, председатель комитета по архитектуре и строительству того же Гомельского обл. исполкома Андрей Барановский с сегодняшнего дня возглавит Октябрьский район. И даже несмотря на то, что от Гомеля до райцентра целых 220 километров, такое предложение молодой управленец принял без раздумий. Это положительная вещь, когда люди не держатся там за большие города и определенные должности, а идут работать на места. Так всегда было у нас в Беларуси в советские времена. Андрей Анатольевич тоже с удовольствием принял это предложение и готов работать. Ну правильно, но все равно когда там дети начинаются, молодые ребята сидят там. Председателем Чечерского райисполкома стал Юрий Деркачев. До этого он занимал должность первого заместителя главы Добружского района. Поэтому президент интересуется и проблемами строительства филиала Добружской фабрики по выпуску картона. Предприятие градообразующее. Это рабочие места, поэтому и внимание особое. Впрочем, фабрика станет одной из тем масштабных совещаний по всем крупным инвестпроектам. Их проанонсировал Александр Лукашенко. Изменения коснулись и руководства Могилевского региона. Пост первого зампреда облсполкома теперь у Николая Коротина. Впрочем, эти земли ему в прямом смысле хорошо знакомы. Возглавлял проектный институт Могилев-Гипрозем. Вопросы, которые тебе будут выменены? Сельское хозяйство. Самое важное. АПК. Тем более, там очень много вопросов. Но я уже говорил об этом, еще раз напомню. Вы умеете работать. Я это увидел. То, что вы сделали вокруг Могилева, километров на 50-70, я уже сравниваю с Гродненской областью. Значит, умеете работать. Надо сделать это по всей области. Общаясь с репортерами, теперь уже зампред Могилевского облсполкома поделится. Первый рабочий день посвятит знакомству с коллективом. И хотя в этом регионе трудится уже 20 лет, именно работу с кадрами считает одним из важнейших приоритетов. Ведь именно от профессионализма людей во многом зависит и экономика региона. Сейчас важнейшим приоритетом является экономика. Экономика по всем направлениям. И как у АПК, так и у промышленности. Поэтому именно с экономикой складывается наше благосостояние и благосостояние развития наших предприятий. Обращаясь к назначенным, а все они молодая генерация управленцев, президент посоветует не бояться принимать решения. Работы впереди много, и здесь их энергия и свежий взгляд будут кстати. Тем более, что впереди сразу две политические кампании. А выборы ведь экзамен перед людьми. И как он будет сдан, зависит и от руководителей на местах. Хорошо, что ребята молодые, перспективные. Это очень хорошо. Единственное, я вас попрошу, чтобы вы, придя на работу, не занимались уборкой помещения и подношением каких-то там бумаг. Вы руководители, и в рот смотреть даже начальству запрещается. Вы должны принимать решения и нести за эти решения ответственность. Потому что заместители, председатели обл.исполкома и руководители местных органов власти. Это наше основное звено, от которого зависит развитие страны. Поэтому я вас убедительно прошу, чтобы вы были с характером люди, а не ходили, не смотрели начальникам в рот работать по принципу, чего изволите, категорически запрещается. Вы должны быть активными в принятии решений. Вы специалисты, у вас определенный опыт и немалый опыт работы, и жизненный опыт. Поэтому я прошу иметь это в виду. И действуйте. Не ждите с моря погоды и не ждите, что вам кто-то что-то даст. Рассчитывайте на то, что у вас есть. Будущий год – это год серьезный. У нас начинается политическая вакханалия, которая продлится минимум полтора года. Поэтому смотрите, и выборы парламента, и выборы президента потом, или как-то мы решим вместе с вами, как проводить нам эти политические кампании. Но они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе. А нам надо в свойственной манере пройти этот этап, не сбросив обороты. Народ нам этого не простит. Ну и вы знаете, что политическая кампания – это экзамен. Поэтому нам придется сдавать один и второй экзамен и отчитываться перед народом. Наши люди умеют спрашивать. Поэтому к этому надо быть готовыми и четко управлять теми процессами, которые будут в сфере вашего введения. Широкая география и новых белорусских послов. От европейской Венгрии, неспокойной Сирии, растущей экономикой Индии до стратегического союзника России. Пост главы нашей депмиссии в Москве, после того, как Игоря Петришенко назначили вице-премьером, пустовал три месяца. На эту важную должность тщательно выбирали кандидатуру. Нужен и крепкий хозяйственник, и сильный переговорщик. Именно таким в Москве называют Владимира Симашко. Нефтегазовый сектор, промышленность, будучи на острее дискуссий, он всегда находит компромиссы. Сейчас главная задача – минимизировать отрицательное сальдо товарооборота. Как это сделать, обсудили с президентом. Кстати, Александр Лукашенко предложил проанализировать и полномочия посла. Например, глава российской миссии Бабич наделен статусом спецпредставителя по торгово-экономическим вопросам. Надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Но Россия для нас... Ну что нам тут объяснять, что такое для нас Россия? Он должен обладать чрезвычайными полномочиями. У него должен быть, я ему тоже обещал, прямой доступ к президенту в любое время, когда он захочет по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией. Он не должен утонуть в нашей бюрократии. Как это сделать, что надо? Вот он начнет работать и внесет конкретное предложение, что ему нужно для того, чтобы в полном объеме осуществлять полномочия. Как себя вести, там ты знаешь. И действуй, если что, информируй, говори. Но это главный вопрос. Если мы его не решим, ну а о каких белорусско-российских отношениях может идти речь? Мы не можем дальше все время ходить. А, ладно, ай, ладно, подождем и так далее. 7 миллиардов или сколько там дефицит у нас? Да, вот это главный вопрос. За три квартала, значит, оборот 226,4 миллиарда, при этом наш экспорт 9,7 и остальное импорт. То есть это почти 7 миллиардов минус. Там сады 6 миллиардов. Его с двух концов надо решать. С одной стороны, если мы минимизируем цену на нефтный газ, почти уже близки будем к нулевому, да? И максимально пошлем свой продукт тогда и так далее. Вот задача глобальнейшая, одного момента не может. Завтра это будет обсуждаться на группе высокого уровня не только за счет нефти, но и 1,3 за счет прочих товаров, включая сельскохозяйственную и технику и так далее. Увеличение белорусского экспорта Владимир Семашко видит главной задачей в должности посла. Да, товароборот растет, за этот год ожидают около 35 миллиардов, но пока гораздо больше покупаем, чем продаем. Эту проблему, как бы в моем представлении, можно и нужно решать с двух сторон. Ну, во-первых, надо удешевить закупку этих энергоносителей. В России мы, к сожалению, 90% всех первичных энергоносителей импортируем. Проблема подписания такого долгосрочного соглашения, которое бы позволяло, так сказать, минимизировать наши затраты и выйти на близкие цены, это главнейшая проблема сегодня во всех отношениях. И экономическая, и социальная, и политическая, и какой вон. Помните тезис, что такое политика? Это концентрирование экономики. Будет экономика, будет политика, и наоборот, все это связано. С другой стороны, проблема отрицательного сальда, она должна решаться, так сказать, тем, что больше наших товаров должно поступать на российский рынок. Семашко из тех, кто привык добиваться результата. В середине 90-х, став у руля горизонта, спас его от банкротства. На посту министра энергетики вдвое сократил износ оборудования в отрасли. За 15 лет работы в руководстве правительства значительно нарастили долю Беларуси в мировой промышленности. Кстати, в Москву Владимир Семашко уедет не раньше 21 ноября, после визита в Минск Сергея Лаврова. Заодно успеет дома отпраздновать и день рождения. Он ровно через неделю. Я себя не мыслю без работы. Я хочу еще работать и так далее. По-другому я просто не представляю. Ну, а так, работа есть работа. Мне приходилось работать. Другого у меня не было с 8 часов утра. Если я шел позже в 8 часов утра, я заводская привычка, как у кого-то, что уже украл. Что я виноват в чем-то. Да, если я духопазлки. Ну и до 9-10 вечера. Сегодня появился и новый глава белорусского диппредставительства в Венгрии. Им стал Александр Пономарев. До этого был послом в Сирии. Подошло время ротации. В Будапеште может и спокойнее, но над торговлей придется поработать. И здесь импорт значительно превышает наш экспорт. А послом в Сирию отправится Юрий Слука, возглавлявший службу госпротокола в МИДе. Ситуация в этой арабской республике после многолетнего конфликта начинает восстанавливаться. Беларусь все это время не оставалась в стороне. Направляла гуманитарную помощь. А в наших лагерях на зимних и летних каникулах гостят сирийские дети. За что Баша Расад благодарен Беларуси. Официальный Минск готов помогать и в восстановлении сирийской инфраструктуры. Словом, нужно работать. Я думаю, что там во многом преувеличивают то, что там происходит. Я тоже информацию получаю не только из СМИ. Люди работают, да и из посольства МИД информирует. Думаю, что там можно работать. И условия там для посла не хуже, чем в другой стране. В плане того, что у нас добрые отношения и с президентом Асадом, и со страной вообще. И они вообще к нам хорошо относятся сирийцами. Поэтому работать там можно и нужно. Третья экономика мира и вторая по численности населения страна планеты. В Индию послом отправится Андрей Ржиусский. Он занимал пост старшего советника управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества в МИД. Это государство в Южной Азии называют потенциальной сверхдержавой. А среди ее надежных партнеров и официальный Минск. Андрей Ржиусский, имею в виду, что там отдыхать не придется. Страна такая, что нам надо налаживать с ней более тесные отношения. Вроде на уровне высоком, политические у нас контакты хорошие. Но тот торгово-экономический уровень сотрудничества абсолютно не соответствует. Ну, по крайней мере, нашим желаниям. Огромная страна, крупнейшая в мире по населению, нуждается во всем. И особенно в том, что мы сегодня производим. Слишком много было там разговоров. И от управления делами туда ездили люди, и от Министерства иностранных дел, и отдельные министры, да и Владимир Ильич там бывал не единожды. И все, у нас там где-то наметки, зацепки, а пока не вышли на конкретные договоренности по совместным предприятиям и по их инвестициям сюда. Ну, все обсуждаем, Владимир Владимирович. Надо уже как-то двигаться активнее в этом направлении. Рост есть, товарищ президент, и экспорта, и не только за счет краинных удобрений. Сейчас, как мне кажется, подошли к реализации, действительно, конкретной реализации тех договоренностей, которые были достигнуты вами на вашем уровне. Я думаю, что этот год следующий... Вот, Андрей Иосифович, и должна быть эта задача, чтобы мы реализовали то, о чем мы просто думаем. И там, где не просто думаем, а уже подошли к реализации многих проектов, надо провести инвентаризацию и взяться за это. Если кто-то не шевелится, информируйте Наталью Ивановну на правую, она мне доложит. Свой прошлый визит в Нью-Дели Александр Лукашенко назовет новым этапом сотрудничества. Сфер много, от промышленности и образования до притока индийских инвестиций в Беларусь. За 2017 год у нас был товарооборот примерно 430 миллионов долларов, из них 317 экспорт. Есть потенциал практически во всех областях, куда ни посмотреть. Это и тяжелое машиностроение, это наши автомобили, Белазы, МАЗы, сельхозтехника, услуги, медицина, фармакология. То есть у нас очень большой потенциал, который надо не потерять, а еще больше развивать. Новые лица и в руководстве белорусских вузов. Оба управленца на пост ректоров поднялись со ступени проректора, что важно, свое дело знают. Мозорский педагогический возглавит Валерий Навныка, а Академию авиации Артем Шигидевич. Вакантную должность гендиректора Белэнерго сегодня занял Павел Дросс, до этого был там же заместителем. Президент, анонсируя совещание по энергетической отрасли, которая состоится в ближайшее время, детально интересуется структурой профильного министерства. Сейчас в него входят Белэнерго, Белтопгаз и Белорусская АЭС. Есть предложение по реструктуризации и созданию двух холдингов – энергоремонтного и строительно-монтажного. Но президент нацеливает. Такое решение в первую очередь должно приносить эффект. Если мы идем на какую-то реформу, мы должны видеть цель и делать это не ради реформы, а ради какого-то эффекта. Ну, конечно же, главный эффект – снижение затрат. Но снизить цель. Новый руководитель и у Бобруйска-Громаша его возглавила Надежда Лазаревич. Сегодня в холдинг входят шесть предприятий, на которых трудится 2300 человек. Президент не сомневается, и женщина в такой должности способна показать, как нужно работать. Главный ориентир для холдинга – импортозамещение. Мы теряем огромные деньги по импорту. У нас школы кое-какие есть. Надо ориентироваться на импортозамещение. Это одна из задач, которая нам даст хороший эффект в стране. Несмотря на то, что в последнее время Надежда Лазаревич работала на частном предприятии, с госсектором хорошо знакома и готова доказать, что и у промышленности может быть женское лицо. Глава государства поставила задачи нарастить объемы производства, нахождение новых рынков сбыта, сокращение издержек себестоимости и объединение всех шести заводов холдинга «Бобруска-Громаш» в единое целое, консолидировать вопросы закупок, импортозамещение обязательно в полной мере воплотить в холдинге, ну и показать новое лицо промышленности. Кстати, среди сегодняшних назначенных почти каждый третий на главный руководящий пост поднялся с позиции заместителя, значит, изнутри знает и свое дело, и коллектив, а главное, представляет, как работать эффективнее. При этом большинство управленцев – молодежь, что тоже важно, мир ведь не стоит на месте, и в кадровой политике, да и в жизни важно учитывать взгляды новой генерации. Ольга Макея, Наталья Бреус и Алексей Мартиненок – агентство теленовостей.